Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет очень интересный выпуск. Вы знаете, что в нашем русскоязычном яхтенном сегменте есть всего несколько лодок, которые стоят внимания. Это почему-то так исторически сложилось Амель и Халберг Расси. Все остальные лодки сделаны настолько плохо, что когда они выходят из верфи, они сразу тонут. Так вот, раз уж так повелось, давайте рассмотрим сегодня с вами ту лодку, которая потонуть не должна. Это Амель Супер Мараму 2000. Вот она находится сзади меня. Ну что, поехали внутрь, и я вам расскажу немножко о характеристиках, и потом покажу, как это все устроено и как это все работает. Погнали! Итак, Супер Мараму 2000. Что это за лодка? Это лодка 99-го года, модель 2000-го. В такой комплектации это целое поколение лодок. Они выпускались на протяжении долгого периода времени. Вообще, у Амелии достаточно интересная история. Это французская верфь. Французский архитектор, который делал эти лодки на протяжении много лет. И вот Супер Мараму, это, по-моему, пятое поколение. То есть, самое первое, это вообще были слупы, то есть, с одной мачтой. Потом следующее поколение, следующее. То есть, было потом просто Мараму. Ну, и Супер Мараму, это какая-то очередная генерация Амелей. Собственно, почему Амели в то время были такими крутыми? Потому что они действительно опережали свое время, опережали своих сверстников технологически, опционально. И сразу с завода получалась лодка, которая реально крутая. По текущим меркам, сейчас любой мейнстрим, любая Бавария будет, в принципе, иметь все те же, там, не знаю, туалеты с кнопочками. Но на 2000 год, там, кнопочные туалеты, много-много других интересных опций, которые Амель предлагает в базе. Это было что-то там типа вау-вау-вау, круто. То есть, Амели, они опередили свое время, но, к сожалению, со временем они немножечко отстали от своих собратьев. То есть, они не менялись, а все остальные развивались-развивались. И уже там несколько лет назад Амель перевели свою идеологию. То есть, если раньше они говорили, что только кетч, только две мачты, и все, это идеальный перформанс для круизных лодок, то последние лодки они сделали уже обычным слупом, одномачтовые, потому что они пришли к тому, что все-таки нужно слушать отзывы людей, потому что люди просто перестали покупать эти дорогие лодки. Но давайте вернемся к данной модели Super Maramu 2000 99 года и посмотрим внимательно на технические характеристики, что же, собственно, Амель предлагает в базе. Что мы имеем? Длина лодки 54 фута. Короче, 54 это достаточно большая лодка, и компоновка внутри всего пространства немножко отличается от, для меня, например, привычного. Потом, когда мы пойдем с вами по лодке, я вам более детально расскажу, вы поймете, в чем отличие. Лодка очень технологичная, очень технологичная, но много решений, которые в этой лодке сделаны, для меня являются, ну, крайне, мягко говоря, странными. Но давайте не будем забегать вперед, а об этом я расскажу более детально. Так, как я вам уже говорил, это кетч. У Super Maramu, у Амеля идет центральный кокпит. Вот вы видите, как он здесь сделан. То есть здесь, правда, это немножечко переделанный кокпит, то есть обычно он идет сзади, вместо вот этих боковых окошек, он просто закрывается мягкой тканью. Такс. Логотип Амеля. Это стандартный, который у них не меняется с годами. И, что интересно, вот у него идет две мачты. Первая мачта, это задняя, Бизань. Далее идет Грот. И спереди Генуя и Стаксель. Все лебедки, все электрическое. И, естественно, закрытие, открытие парусов. Все идет с кнопочек в кокпите. Но давайте сейчас мы заходим в кокпит и пройдемся по палубе. Я вам покажу. Сзади находится вот такой большущий рундук, огромный просто. Туда мы складываем паруса. Место, которое находится под Бизанью, на мой взгляд, совершенно неэффективное, потому что здесь, ну, собственно, ничего находиться не может. Но можно тузик положить, то есть это место не используется. Далее, задняя часть. Если вы подходите вот так вот задом к пирсу, как вы понимаете, здесь слишком много всего. А еще если висит тузик на кран-балках, то выходить достаточно сложно. Но есть много других преимуществ. Итак. Проходы все достаточно большие. Вот только есть два места, где нужно подлазить под вантами. Вантами. Это вот здесь вот. Но они не расположены под таким вот большим углом, чтобы это вызывало там какую-то проблему. То есть немножечко надо пригибаться, но не так, чтобы сильно. Лебедка якорная, большая. В инструкции написано, что она идет на 1,2 киловатта. Как по мне, очень странно, потому что она слишком большая для 1,2 киловатта. Вертикальная. И, собственно, длинная такая цепь, которая идет прямо на бушприт. И там, собственно, находится якорь. Все муринлайны заводятся через клюзы. Два больших рундука находятся спереди в носу. То есть очень удобно хранить там всякое барахло. Форточка передней каюты. Ну и, собственно, лодка спереди выглядит вот так. Погоны. Это погон с такселя, а погон генуи идет по борту. Он такой большой. Особенность этих погонов является то, что вот сюда, вот, здесь есть такой джипси луп. А сюда вот просто втыкается лебедка. Ты его крутишь, и погон едет вперед, либо погон едет назад. Погон, который идет под стаксель, он просто механический. Здесь есть вот просто вот такая вот штучка. Ее так вынимаешь. Ну и, соответственно, просто этот погон возишь туда-сюда. Ну, то есть это, грубо говоря, просто механическая штука. Очень интересно реализован траулер Гика. То есть вот вы видите вот эти блочки. И, собственно, сам траулер находится вот. И от него идет лайн, который идет в кокпит. Вот вы видите два захода. Раз, два. И давайте идемте, я покажу внутри, как это все собрано. Если нужно его тянуть в одну сторону, просто втыкается рукоятка и крутится. Если нужно его в другую сторону, поднимается, переводится в другое положение и крутится. И она тогда едет в другую сторону. Ну и, соответственно, центральное положение. Так, теперь давайте я вам расскажу про кокпит. Вот, собственно, пост управления, который находится в кокпите. У Амели отличительной чертой является такой красивый руль с логотипом конструктора, на котором подписана Амель. Культ управления двигателем. Двигатель здесь Volvo Penta, но когда мы полезем с вами в машинное отделение, я покажу. Запускается он, соответственно, с ключа. То есть, вот ключ. Как это выглядит. Вообще, немножко странно сейчас, ключами никто не пользуется, просто выключатель. Ну, не важно, это все-таки лодка 99-го года. Итак, ключ поворачивается, ну и мотор, соответственно, запускается. Что здесь есть из интересного? То есть, ну, приборы, понятно, там ветер, там все-все-все. Счетчик цепи, который вот идет вот так вот реализован. И вот, на мой взгляд, достаточно уродливое решение, которое Амель мог себе, мог выполнить. Вот смотрите на вот этот вот пульт. То есть, это пульт управления парусами. Для меня, например, очень странно. То есть, он сделан такой, как на уроке труда или там из УАЗика. Почему они так сделали, полная загадка. Ну, вот этот пульт, это реально оригинальный пульт Амеля. То есть, что здесь есть? Итак, якорь вперед-назад. Мойка якоря. Вот эта кнопочка, ее включаешь и включается насос. А далее паруса. То есть, нажимаешь парус, скручивается, раскручивается. Вот это передний парус, то есть, это генуя. Откручивается, закручивается. И здесь же идет управление лебедками, которые находятся на бортах. То есть, грубо говоря, ты начинаешь открывать и лебедкой натягиваешь себе спокойно шкоты. То есть, решение очень клевое. Ну, реализация вот эта вот, конечно, очень-очень странная. То есть, мне она не нравится. Давайте рассмотрим, как работают паруса. Ну, вот, например, да. То есть, передний парус. Открыть, закрыть. Теперь, как это выглядит, собственно, на парус. И давай обратно. Закрывай. Руль у Амеля стопора не имеет. То есть, он вот так вот болтается себе и все. Ну, как бы это мелочи, на самом деле. Так, ну, компас обычный, пластимо. Гидра, это идет управление, ну, индикатор ветра, там, глубины и все. То есть, такой, ну, немножечко большой прибор, немножко олдскульный. Но все равно это уже, как бы, следующего поколения. Я так понимаю, эти приборы уже здесь были переделаны. Реймарин, это автопилот. Здесь, кстати, два автопилота. Первый идет на, соответственно, на перо руля. А второй непосредственно вот к рулю, только внутри. Но это я изнутри вам тоже покажу. У Амеля очень странное решение. Это носовая подрулька. То есть, носовая подрулька выглядит вот таким вот образом. То есть, ну, здесь понятно, там, влево-вправо это все ясно. То есть, но для того, чтобы вам ее запустить, вам нужно ее сначала вытащить из корпуса. То есть, здесь вот такое решение. То есть, вы нажимаете кнопочку вниз. И потом нажимаете кнопочку on. И ждете, зумер появляется, пока подрулька начинает опускаться вниз. Как только зумер выключился, вы переводите это на режим off. И тогда можете пользоваться. Для того, чтобы поднять, вы этот переключатель поднимаете в режим поднять. Включаете on. Ждете, пока будет зумер, пока эта вся подрулька выползет. И потом все, у вас закрывается крышка. В дне идет, я на картинке покажу, как это выглядит. Идет полное дно, открывается такая крышка. Из нее выезжаются как колодка здоровая. И, собственно, все. Теперь далее давайте я вам покажу сам кокпит непосредственно. Итак, вот рулить на Амеле очень удобно. Вот ты сидишь себе такой очень классно. То есть, здесь вот хороший обзор. Лодку видно все спереди. Вот так вот рулишь. Но в тот момент, когда тебе нужно зайти на швартовку, тебе это удобно делать стоя. И вот я встаю. И у меня уровень глаз находится вот здесь. То есть, для моего роста это неудобно. То есть, и здесь есть вот эта вот бойница, которую я вам уже показал. То есть, я в нее могу смотреть либо вот так, либо мне нужно вставать на цыпочки для того, чтобы было видно, что происходит. Ну, то есть, эта лодка по росту для меня немножко не подходит. То есть, и вообще, ну, сама конструкция сделана как-то для людей одного роста и одного стандарта. То есть, на мой взгляд, это немножечко ошибка, потому что, ну, реально неудобно. То есть, ну, как бы это все мелочи. Окошки открываются. И очень удобно из этих окошек на ходу смотреть вперед. То есть, виден абсолютно полностью обзор. Видно абсолютно четко, что находится спереди. То есть, грубо говоря, ты вроде находишься и в кокпите. Выглянул, посмотрел, залез обратно. То есть, очень в этом плане все удобно. Так, вот тут из интересных моментов еще то, как открывается переднее окно в доджере. Ну-ну, давай, открывай. В истории москитную теску откинули до известной овальной штучки. Подняли, а дальше... Дальше, вот это очень важный момент. Вечная, вечная. Если вы меня простите, мой французский, ничего кроме фаллического символа это не напоминает. Вот такое вот элегантное решение. Надо сказать, что открыли моего два раза. Ну, оно там уже может просто сроссохшееся по времени было, это не считается. Но, как бы, то такое. Да. И вот, собственно, это было. Вот такое вот элегантное решение. Сломать крайне сложно. Ну, не, оно реально странное. То есть, я думал, что какие-то будут там газовые амортизаторы, которые ненадежные. Ну, не такую палку поставил. И вот, типа, пожалуйста. Вот вид в окно. В общем, момент, тот, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это крутая фишка Амеля, искусственный тик. Это тот тик, который считается у них там вау-вау-вау, и многие люди на него дрочат. Так вот, давайте я вам покажу, как он выглядит. То есть, это тик, который выглядит как тик, но реально это просто обычный пластик. То есть, единственное, что, ну, может быть, там слегка визуально, он, конечно, на тик похож, но ничего общего с тиком он не имеет. То есть, мыть его классно, обслуживать его классно, но, как бы, не нужно себя тешить, что это действительно тик. Это просто обычная пластиковая палуба, которая просто покрашена в розовый цвет. А фактура палубы... Вот увидели, какая она, то есть, по ней ходить очень хорошо. То есть, она не скользкая, на ней становишься ногами, не скользит, и если у вас яхтенные обуви, вы можете бегать и чувствовать себя вообще бессмертными на этой лодке. Доступ в моторный отсек вот такой вот огромный, просто открывается весь пол в кокпите. Вот его видно, вот прямо вот реально большой, то есть, туда доступ и света много. Клево. Итак, моторный отсек, смотрите, какой здесь прикольный. То есть, Янмар, вот здесь вот все фильтры, все отдельно выведены. Единственное, что, конечно, туда лазить совсем неудобно. Вот, да, вольвопент, туда лазить совсем неудобно. Ну и ладно. Так, бойлер, кипятильник для горячей воды. Там идет ресивер для давления в шлангах, для крана. Так, далее, генератор Onan. Он, между прочим, на 6,5 киловатт. Два зарядника на 35 ампер на 50 ампер. Бловор. Далее, что у нас тут? Десолятор. Две мембраны, значит, на 60 литров. Так, тут все вот эти лебедки, все радость. Так, люмар, это лебедки, управление лебедками на портсайде. Такс, 24, что это у нас? Это помпа кондиционера, фильтр опреснителя. Такс, что я хотел вам из прикольного показать? У Амелей идет забор воды. Вот такая вот одна банка. В нее поднимается вода, потому что она находится ниже, значительно ниже уровня. И от нее, вот вы видите, идут забор воды под все системы. Короче, здесь сикоков не куча, как вот во всех лодках, а именно один. То есть, это, в принципе, очень технологично. Мне нравится. Далее. Ну, собственно. Господи. Какие-то импеллеры валяются. Здесь пропеллер идет прямо вот перед радаром, непосредственно в киле. И вот к нему идет передача момента. Короче. Очень удобно, когда все находится в машинном отделении, в одном месте, и ко всему есть нормальный доступ. Единственное, что странное решение, с которым я не согласен, это билдж, в который сливаются все краны. Ну вот, билдж, сейчас я вам покажу. Вот он находится. Вот там вот, это вот яма. Это билдж, такая вот она гадкая. И вот эти вот шланги, которые из нее все выкачивают. Это билдж у нас автоматический, он поломался. А вот уровень, собственно, который всплывает и включает электрический насос. Такое вот весьма странное решение, кто как на меня. Еще приколом Амеля является то, что постоянно бьешься везде головой. То есть, оно сделано вроде высоко, но вот в тех местах, где особенно часто бьешься, здесь вот такие вот идут накладки. Причем, я не могу понять как, вот вроде высоты хватает, но все равно вот ты идешь такой, прямо сюда, такой оп, и пошел себе вниз. И вот смотрите, у вас здесь торчит ключ. Вы просто опускаете это все вот сюда. Итак, и нет вашего ключа, и этот ключ у вас обломан, и эта резинка уже, судя по всему, не первый раз с этим ключом была повреждена. То есть, это особенность Амеля. Есть такой вот нюанс, просто имейте в виду, что ключей на лодку лучше иметь много, потому что есть вот такой прикол. Теперь рассматриваем салон. То есть, то, что я вам говорил про компоновки лодки. Лодка вся расположена поперек. То есть, если во всех современных лодках вся компоновка идет вдоль, то в этих лодках вся компоновка идет поперек движения. То есть, в этом есть отчасти некоторые плюсы. То есть, берем, рассматриваем кухню. То есть, огромное количество паёл. То есть, эти паёлы реально классные. Они пластмассовые и легко моются. То есть, вот такая вот удобная ручка. Ее открываешь, ну и там, собственно, паёла, которая достаточно глубокая. То есть, это удобно. Деревянные полы. Все очень дорого, богато, потому что дерево натуральное и реально выглядит круто. Столешница, как таковая, не присутствует. То есть, идет каменная мойка. Потом в базе идет встроенная посудомоечная машина. Ну, плита, которая, естественно, гироскопическая болтается. Огромное количество шкафчиков. Шкафчики, кстати, очень крутые, потому что у них вот сам механизм, он работает вот таким вот образом. То есть, нажимается на кнопочку и открывается дверца. То есть, защелкивается она, ничего не нажимается, но она достаточно крепкая. То есть, в этом плане просто идеально, потому что нажал, открыл, закрыл, и это очень надежная конструкция. Хотя немножко олдскульная, потому что вот таких сейчас ручек уже никто не делает. Сейчас просто такая кнопочка, нажимаешь и вынимаешь. Но, тем не менее, ну вот технология такая. Опять же, повторюсь, вся мебель деревянная. Огромное количество полочки, шкафчики, там, рундучки. Сундучки, то есть, огромное количество там, например, вот здесь вот, место для лодок, для ложек, которое обито таким мягким материалом. То есть, с одной стороны, это, конечно, не очень хорошо, потому что, ну, все-таки там вода, влага и все дела, но с другой стороны, они не гремят. То есть, ну, как бы тоже есть, имеет место быть. Из неудобного. Здесь нету совершенно нормальной рабочей поверхности. То есть, если вы что-то делаете, вы делаете это, скорее всего, вот здесь вот, и потом отсюда вот крошки из-за вот этих бортиков выметать очень неудобно. В базе стоит встроенная стиральная машинка и встроенная посудомоечная машинка. И у нее, у этого всего мероприятия, отдельные кнопки питания, которые выведены вот на 220 вольт. То есть, на этом пульте все находится, что касается 220 вольт, 50 ампер зарядник, 30 ампер зарядник, стиральная машинка, посудомоечная машинка, стиральная, десолятор, микроволновка. А здесь идет подогрев и кондиционеры, компрессор, дайвинга и розетки на 220 вольт, когда вы стоите на берегу. Здесь все, что касается 12 вольт. То есть, здесь все свет, а холодильник, кстати, холодильник находится вот здесь, очень неудобно. То есть, вот здесь вот эта кнопка, она не рабочая, но есть вот такой рычажок, его нужно поднять и открыть холодильник, отбив себе все пальцы. Поэтому мы к нему привязали такую веревочку. Холодильник крутой, весь из нержавейки, поэтому он даже не пахнет, если его забыть, закрыть. Так, вернемся к нашему приборному пульту. Свет в кабинах разделен на три секции, можно отдельно включать, это является предохранителем. Отключили, включили контроллер заряда и, соответственно, здесь приборы. Ходовые огни, газ, вот когда он включается, загорается такая большая лампочка, которую видно в темноте. Она сделана для того, чтобы вы могли знать, что у вас газ, внимание, отключить. Билдж-памп, когда наполняется, загорается лампочка, вы можете перевести его либо в ручной режим, либо в автоматический. Ну и, собственно, краны подачи воды, когда работает помпа, горит здесь зеленая лампочка. Переходя ниже, подсветка компаса, все лебедки, которые работают, включая паруса и, собственно, вся навигация автопилоты. Кстати, я вам обещал показать автопилоты. Вот вы видите, на цепи здесь находится второй автопилот. То есть, если первый автопилот находится на байлере, то второй находится вот здесь вот. Из прикольных моментов, смотрите, вот вы открываете дверцу и вам нужно сюда добраться. Чтобы эту дверцу не держать, вот здесь вот на потолке такое элегантное решение. То есть, такая вот штучка вы так поворачиваете, она под углом идет и у вас есть доступ вот, собственно, в кишки лодки. Ну и, соответственно, закрывать. Так она так поворачивается, ну и, собственно, закрывается обратно. Очень круто. Так, далее, стол. Стол находится на таких вот телескопических ножках. То есть, вы эту ножку проворачиваете, стол опускается до уровня и получается одна большая такая кровать. То есть, огромная. Ну, в дневном режиме это стол. То есть, стол имеет ручку для того, чтобы было можно ходить. Телевизор, все дела. Куча шкафов, просто огромная куча шкафов. Теперь кухня. Здесь в базе идет микроволновая печь. И, ну, просто вентиляция, которая находится наверху. Но почему-то из неудобного сделана таким образом, что вот эта деревяшка находится ровно над плитой. И когда ты наклоняешься посмотреть, что у тебя там кипит, бау, головой в нее. Со временем вырабатывается большая шишка, большая мозоль. И вы уже можете ломать перекрытие или переборки на лодке нормально на перспективу. Вот еще один вам пример не очень удачного расположения ручек. Вот, допустим, вот вы делаете, берете ручку. Вот у вас там шкаф открыт, шкаф закрыт. Вот вы его берете, вот закрываете. И, 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 и. Короче, понятно, да? Смешных решений, которые вот для меня являются такими именно вот чисто в теме Амеля. Вот смотрите, кухня, да? Вот тут умывальник, все дела. Вот здесь вот есть веревочка и утка. То есть, вот вы вот так вот берете за эту веревочку и вот так вот вытягиваете. вытягиваете и вот так вот на утку ее мотаете. Для чего? Для чего? Правильно, для чего. У тебя есть идея? Давай. Нет, у меня нет идеи. Я помню, как вы вчера это расследовали, но я все пропустила. Короче, давайте решим, для чего нужна эта веревочка. Вот просто ваша идея. Для чего можете писать в комментах, но в конце видео я об этом обязательно расскажу. Сбоку, напротив стола, есть вот такая сидушка и это же является спальным местом. То есть, это очень круто сделано. То есть, вы берете спальное место и оно просто выезжает вот так вот прямо наверх. Вы его можете закрепить. И это реально полноценное спальное место в том месте, где вообще не качает. То есть, это центральная каюта, которая самая некачаемая. Далее, в Амеле есть очень много странных решений. Вот это вот одно из них. То есть, когда вот такими вот шторками закрыты какие-то ниши. Почему они их закрыли, они сделали просто полки, я не знаю. Но, тем не менее, в этой модели Super Maramo 2000 таких решений достаточно много. То есть, света в центральной каюте много, огромное количество всяких крючочков. Кстати, эти крючочки, которые на потолке, очень удобные. То есть, вот у вас есть машинка стиральная. Вы ее вот так вот поднимаете. И вот эту вот штучку вешаете прямо на крючок. И у вас идет доступ к стиральной машинке. Ну и, соответственно, чтобы ее закрыть в обратной последовательности. Так, лестница. В лестнице есть полки. Это полка для обуви. То есть, очень удобно, когда вы можете хранить обувь прямо непосредственно перед выходом наверх. Из клевого, реально клевого уровень воды, который выползает наверх. То есть, вот вы заливаете там тонну воды, и у вас уровень ползет. Это механический уровень. Если он вам не нужен, чтобы он не болтался в переходе, вы его вот так вот топите. Вы его топите и просто закрываете шпингалет, и он у вас вот находится вот в таком положении. В рабочем положении просто шпингалет открывается. И уровень воды уползает ровно по количеству налитой жидкости. В лодке одна тонна воды и 600 литров топлива. Штурманский столик. Ну, как вы видите, все-таки лодка не очень новая. Поэтому приборы достаточно винтажные. Но очень удобно, потому что много шкафчиков, которые идут внизу. Вот маленьких полочек, которые находятся здесь. Стол, который открывается кверху. Ну и, соответственно, приборы. Ну, здесь вот, если вам интересно. Старый GPS-навигатор, который показывает позицию. Уже новый Raymarine. Радар такой вообще вау-вау-вау. Такой олдскульный. BBS-радио. Радиоприемник. Ну, собственно, вы видели этот Benji, который наверху показывает скорость там и все, что нужно. Furuna Naftex. Ну и, соответственно, VHF-радио. То есть, вот из такого здесь все. Ну и удобно то, что очень много всяких там рундучков, где можно хранить всякий хлам. Теперь идемте в мастер-кабину. В этой лодке есть такой неприятный момент, как перепад высот. То есть, вот вы идете по полу. И потом вот здесь вот такая вот яма. Почему ее сделали такой, непонятно. Но вот когда в нее наступаешь, то периодически проваливаешься. Ну, в общем, мне кажется, такие вот вещи нужно делать было ровно. И потом просто, ну, не знаю, порог можно было и не делать. Но вот эту яму точно надо было бы убрать. Так, идем. Задняя каюта. Это мастер-каюта. Вот такой проход в мастер-кабину. Он очень низкий. Потому что по высоте я здесь не помещаюсь в полный рост. Здесь потолок низкий. Сбоку такая кушетка, на которой можно очень удобно спать во время перехода. Она также, вот ее можно отодвинуть. Здесь указатель уровня топлива. Вот так нажимаешь, он показывает, сколько его здесь находится. И, собственно, перекрытие топлива. Вот такая вот большая ручка. И вот так вот вытягиваешь. Ну, странное решение. Ну, какое вот есть. Вот так вытягиваешь и все. Перекрыт полностью подача топлива. Идем дальше. Заходим в мастер-каюту, которая самая-самая большая. Находясь слева, мы попадаем в шкаф. Кстати, здесь у Амеля очень серьезная выживаемость в воде. Вы видите, вот здесь все двери находятся с небольшим порогом. Это очень неудобно ходить. Вот реально неудобно. Но с точки зрения выживаемости нормально. Потому что вы видите герметичную резинку. Дверь закрывается. И она превращается в абсолютно, в абсолютно водонепроницаемую переборку. То есть, если вы где-то там ударили лодку сзади, и у вас начинается течь, вы просто закрываете вот эту дверь. Там есть такие большие деревянные такие штуки. Вы их просто в дверь закрутили, и дверь прижимается с двух сторон. И ее уже тогда ни водой, ничем не выдавят. Вот такие идут ручки. Вот вы его открываете. И из прикольного, что держится она точно на такой же ручке. То есть, все двери находятся с возможностью закрытия. Так, санузел. Выглядит вот так. Для меня есть несколько очень странных решений. То есть, эта территория является и душем. Потому что вот идет душевая решетка. Душ находится вот здесь сбоку. Но все стены обиты мягким винилом. Ну, наверняка вы имели что-то знали, когда это делали. Но, тем не менее, для меня вот именно принимать душ, когда вот на стене винил, немножко странно. Очень глубокие умывальники, что весьма удобно. Когда открывается умывальник, вода течет сюда. И вот вы видите труба, которая стекает прямо непосредственно в канализацию. Так как здесь очень большая глубина в канализации, то отсюда вода самотеком идет в билч. Да, друзья, вы не ослышались. Именно все серые воды на этой лодке идут непосредственно в билч-памп. Это вообще фатальная катастрофа, на мой взгляд. Потому что во всех лодках они вытекают просто наружу себе спокойно. Здесь оно стекает в большой билч, который находится в машинном отделении. Там это все там себе стоит, плохо пахнет. Потом его специальным насосом большим, мощным выбрасывают наружу. То есть есть промежуточная какая-то бочка, в которую все это говно сливается. Вы его возите с собой, оно находится у вас в лодке ниже ватерлинии. Потом, когда вы его накапливаете, вы его выбрасываете наружу. На мой взгляд, я не понимаю, зачем это сделано. То есть может какие-то там экологические нормы, но как бы все равно он выплевывает наружу его автоматически. Какая разница, зачем его хранить у себя непосредственно внутри. Ну ладно, давайте посмотрим саму мастер-кабину. Так, вот мастер-кабина. Вы видите, здесь много, достаточно много света. Но хотя она невысокая, но огромная площадь кровати. То есть вы здесь можете спать и вдоль, и поперек. И опять же, то, что нравится мне, это огромное количество рундучков и шкафчиков. Сзади большое окно, которое можно открыть. Лично я не люблю, когда мастер-кабина находится сзади. Потому что если вы стоите на якоре, а на якоре вы стоите в большинстве своем, когда вы находитесь спереди, у вас открытое окно и у вас хорошая вентиляция. Когда вы стоите сзади, вентиляция у вас всегда плохая. Но я так понимаю, что эти лодки сделаны для того, чтобы ходить, а не стоять. Тогда нормально, задняя каюта, она удобная, в ней меньше всего качает. Ну и вообще здесь как бы нормально проводить время. Но напоминаю, лодка 54 фута. Это большая лодка. Но по площади нахождения здесь, то есть она не выглядит большой. То есть ты постоянно находишься в каких-то небольших помещениях. И нет вот ощущения большого пространства. Но не забывайте, что это особенность всех лодок с центральным кокпитом. У них с местом просто беда. То есть с обычным средиземноморским кокпитом, который находится сзади. Места в лодке просто значительно больше. У лодок с центральным кокпитом это место постоянно воруется. И вы находитесь постоянно в таких вот сжатых условиях. И приходится постоянно идти на компромисс с тем местом, где вы можете спокойно жить. То есть вы ходить удобно, жить все-таки, на мой взгляд, не очень. И огромная площадь, она просто забирается вот всеми этими переборками, всеми этими стеночками, шкафчиками. То есть можно было сделать места значительно больше. Так, теперь идем в переднюю кабину. Здесь, кстати, точно такая же история. Вот вы видите дверь, которая является переборкой. Вот тут все вот эти вот шкафчики, ручки. Дверь закрывается. И она прижимается к резиновому уплотнителю. Ну и такие же деревяшки, которые зажимают дверь, они тоже здесь в этой каюте. Вот эта штука, которая поджимает дверь. Такая вот, прямо, прямо вот прямо. Такой большой болт им закручиваешь дверь, прижимая ее, чтобы она ее водой случайно не выдавила. Мощь технологии. Еще из интересного, здесь вот такие, есть вот такие резинки. То есть вы, когда закрываете дверь, и вы ее открываете, просто ее прижимаете, и дверь заходит за резинку, и она не болтается. Ну, все равно, конечно, вот так она может стучать, но, тем не менее, дверь держится и не болтается. Теперь идем в санузел. Свет включается на каждой отдельно, но если вы их все отдельно включите, то можно включать на центральном пульте. Все туалеты в Амелях все электрические. То есть это кнопка слива, это кнопка долить, это кнопка слить. То есть одну кнопку нажимаешь, ну и, соответственно, все там происходит. Удобная сушка рядом с умывальником. Умывальник, как я уже вам показывал, стекает непосредственно в душевую решетку и идет непосредственно в билч. Так, еще из странных решений, на мой взгляд, вот вы видите, почему-то это вот сделано, такая вот элегантная палочка, которая держит вот эту стенку. И когда вы закрываете дверь, у вас получается здесь вот открытое пространство. То есть, грубо говоря, очень удобно, когда там в задней каюте кто-то находится, а кто-то сидит здесь и срет. Поэтому мне кажется, что с вентиляцией здесь немножечко они переборщили. Между санузлом и задней каютой есть еще такие двери, которые с двух сторон, я уже вам показал эти резиночки, они с двух сторон так закрываются. И вы попадаете в переднюю каюту. То есть тут тоже много всяких шкафчиков, которые вот для меня, например, они являются очень по душе. Но есть очень несколько странных решений. То есть, во-первых, предохранители, лебедки и передних парусов находятся вот здесь. То есть, ну, в шкафу как бы ладно, окей. И вот ниша, в которой находится носовая подрулька. То есть, вот носовая подрулька, она опускается вниз, там снизу лючок, он открывается, вся эта штука туда уезжает, как я вам показывал уже из кокпита. И затем она заезжает обратно. И у вас в каюте вот такое элегантное решение. Но это еще не самое ужасное, на мой взгляд. Намного прикольнее этот доступ к якорной цепи. Так, вот здесь есть справа дверца. Кстати, вот это пульт управления кондиционером. А вот сюда, вот если заглянуть, вот видите, там такая металлическая ручка. Вот это открывает якорную лебедку. То есть, грубо говоря, у вас якорная цепь, там может быть всяких там водорослях, плохо пахнуть и прочее, прочее. И вы туда лезете через каюту, в которой вы спите, у вас тут находится кровать. Ну, такое странное решение. Итак, друзья, я вам вкратце рассказал о том, как сделан внутри Амель. Какая у Амеля идеология и как здесь вообще все происходит. Дальше я вам расскажу более детально о том, как эта лодка ведет себя в море. Потому что сейчас, как вы уже видите, мы сделали такой обзор, как делают большинство людей на выставках. То есть, просто похлопали шкафчиками, там и сделали рассказы о том, как эта лодка выглядит внутри. Но самое важное в лодках, это то, как она ходит и насколько на ней это делать удобно, прикольно, классно по ощущениям. Далее буду рассказывать вам об этом. Но, забегая наперед, хочу сказать, как вы уже поняли, идеальных лодок не бывает. В каждой лодке есть свои преимущества, есть недостатки. Огромное количество компромиссов, на которые вы идете, приобретая ту или иную лодку. Будь то размер, там, ее ходовые качества, удобство жизни и прочее, прочее. То есть, я не буду вам рассказывать о своем мнении относительно лодок Амель Супер Мараму. Но я хочу сделать максимально беспристрастный обзор лодки, чтобы вы могли сами принять решение, насколько для вас это прикольно или не прикольно. Ну что, давайте, поехали теперь ходить по воде. Слушай, Сережа, расскажи мне, вот ты здесь уже провел несколько дней. Вот, твое мнение именно о Амеле как лодке. Ты же много их видел. Расскажи, что ты думаешь? Два момента принципиальных. Лодке 20 лет и она в великолепном состоянии. Если не брать в расчет, просчеты прежнего хозяина, из-за которых лодка получала небольшие повреждения. Внутри, безусловно, это аналог такой британской классической гостиной дубовой в дереве. Вот. Да, где везде полированное дорогое дерево. Дерево тут действительно дорогое, полированное, его очень много. Лодка чувствуется достаточно тяжеловесной, но и не мудрено. У нее вес 16 тонн, на ее 54 фута. Она, с одной стороны, очень комфортна в плане размеров и габаритов. Ты ходишь в салоне, как у себя в гостиной. У тебя, как Сергей уже сказал, все в поперечном направлении устроено, а не в продольном. Потому что лодка широкая, почти 5 метров шириной. Она 5 метров шириной? Я про ширину, кстати, не говорил. 4,80 она. Это по широкой точке? А, ну понятно. Это примерно в том месте, где мы сейчас находимся. То есть гостиная поперек, салон поперек. И здесь действительно более чем просторные свечи, которые очень радуют. Это отдельный камбус, отдельный штурманский отсек. Это вот это все дерево, это комфорт. Даже те старые штуки, которые сейчас уже сложно даже представить себе, что где-то можно увидеть или применить, они умиляют. Ну, например, как датчик уровня воды в баке на тонну. Или переключатели парусов. Или переключатели парусов. Как в УАЗике. Как сказал один наш хороший товарищ, увидев все это у нас, кстати, в видео. Говорит, а вы же, говорит, не настоящие X-мены. Вы операторы кнопочного пульта управления. Ну, мы не против, собственно говоря. Так это лодка 99-го года. 99-й год. Дай бог таким лодкам, чтобы у всех были кнопки. Да, и все работает. То есть мы провели достаточно много времени в проверке всех систем. И с удивлением наружу работает абсолютно все. Работает как положено. Нет никакого колхоза. Огромное машинное отделение. Каюты. Носовая достойная по размеру. То есть мастер каюта. Хозяйская каюта, кормовая. Достойная. А дальше вторая часть. Минусы. Ни в одной, ни в другой каюте нет ни одного шкафа для вертикального хранения шмоток. Но есть которые в этом, в предбаннике. Да, но есть в предбаннике в одном и втором. И есть несчетное количество ящиков. Это огромный плюс. Ящики, полочки, какие-то рундучки, сундучки. Они везде. Сейчас прямо под нами лежит надувная лодка. Здоровый рип в чехле. Прямо у нас под ногами. Лежит еще куча деревяшек. Лежит невероятное количество дайверского оборудования. И все это здесь не видно. Теперь о минусах, на мой взгляд. Это был не минус. Это был не минус, да. Теперь о минусах, на мой взгляд. Такое огромное пространство, ну, понятно, 99-й год, оно устроено в нашем понимании, в некоторых вопросах, крайне неэффективно. Берем расчет, что лодка вся поделена на водонепотопляемые отсеки. Сергей показывал уже. То есть, переборки, дверцы, все закрываются, задвигаются специальными планками, вернее, досками с зажимами. И это здорово. Но это здорово мешает жизни. Мешают отдельно низкие потолки. Мешают очень странные решения в туалетах, к примеру, либо в системе водоснабжения с той же самой пресловутой Бильдж-системой. Это неправильно. Все остальное вызывает восторг. С учетом, что лодке 20 лет. Вот скажи, ты бы себе такую лодку взял, вот именно Амель? Я скажу так. Если бы мне было лет так намного больше, и я бы не хотел ходить под парусом в открытом море, но мне нужна была лодка, безусловно, я бы рассмотрел покупку ее. Но надо отметить вот что, что этой лодке 20 лет, а при прочих равных, она примерно в 2-3 раза дороже на рынке юзер-техники, чем, к примеру, до 10 лет какой-нибудь 50-футовый Дюфор или тот же замечательный, там, до 50 футов Бенетул. При том, что и Дюфор и Бенетул технологически будут, ну, на порядок круче. Вот просто на порядок. Здесь это старинная, классическая, британская гостиная или библиотека. Это два вагона тяжеленного полированного помпезного дерева. Диночка, твое мнение. Вот ты как девочка, расскажи, пожалуйста, вот что тебе плюс, что тебе минус? Вот ваши мысли. Ну, плюс мне понравилось, конечно, мне дерево нравится, в отличие от ребят. Я любитель всего натурального, тут дерево действительно хорошее. Плюс вот что первое мне понравилось, это как открываются вот эти ручки. Если на наше Бенетло, они у нас каждые несколько месяцев должны быть под замену, они летят. Здесь все в целости и сохранности, им явно много лет, и они все абсолютно хорошо функционируют. Второе, что мне понравилось, это вот эти прекрасные синенькие паёлы. То есть, если у нас нужно это присосками их поднимать, углы острые, и это все неудобно, то здесь можно спокойно использовать эти ниши для хранения и очень удобный и быстрый доступ для продуктов. Ну, мало ли, что ты туда складываешь. Потом, из странных решений мне не нравятся ни мастер-каюта, ни передняя каюта, потому что там кроме кровати негде развернуться вообще. Ну, это такое, как бы, ни шкафа, ничего. Второе, то что в туалет дверь не до конца. То есть, если у тебя там какие-то, не дай бог, проблемы с пищеварением, то это будет достоянием всех остальных людей. То есть, тут дверь как в салон, ну, такая, как бы, не до крыши. То есть, промердеться не получится. Промердеться не получится, да. Ну, это из такого. Третье, ну, холодильник, это отдельная история. То, что там его невозможно открыть и закрыть на крыши. А давай я сейчас покажу, как. Давай я сейчас покажу, как. У нас уже было много. Тут специальная веревочка есть. Короче, вот ты должен нажать на кнопку, и он открывается. Но кнопка не работает. То есть, вот тут вот есть такой рычаг, который ты должен и поднять вверх, и при этом не прищемить себе палец. Не прищемить себе палец это невозможно. То есть, мы придумали тут такую веревочку. Одной рукой ты поднимаешь, другой открываешь. Ну, это спорное решение. Еще один момент, я лично не понимаю. Это вот эти прекрасные мягкие наполнители в ящиках. То есть, ну, я не знаю, как бы, когда вилки и ложки немножко не до конца высохли, а такое часто бывает. Ну, плюс, здесь же иногда как-то надо мыть это все, там, стерилизовать, мыть. У нас дома это все там с хлорочкой и с доместосом раз в месяц вымывается. Здесь непонятно, как это будет происходить. Следующий вопрос у меня, конечно, к этим прекрасным перегородкам, об которых мы уже каждый, я не знаю, раз 10 ударились головой. Он там на кухне над плитой тоже, это моя любимая, об нее я чаще всех бьюсь головой. То есть, в принципе, это совершенно не для высокого человека, либо нужно всегда помнить, что нужно пригибаться. Из плюсов, ну, вот пока за наши три дня, мне больше всего нравятся, конечно, вот эти диваны, ниши. То есть, то, что тут есть много мест, где посидеть, много мест, где пописать, позаниматься своими какими-то делами. Вот на эту отдельную койку в центральной каюте у меня тоже большие планы. Еще из прикольного, тут действительно очень много шкафчиков. Я привезла два вот таких чемодана вещей, с моих и Сережиных, и они все прекрасно разместились в передней каюте, в этих, казалось бы, снаружи маленьких нишах. Но тут прикол в том, что оно с виду маленькое, а внутри там реально очень много места. То есть, все вот эти шкафчики такого вида, что в них все невпихуемое, прекрасно впиховывается. Пиховывается. Пиховывается, будет так. Я реально в восторге от этого дерева, которым тут вот все эти шкафы, стенки, перегородки, столы сделаны. То есть, у него практически на нем нету износа следов. То есть, если вот это ДСП лодочное, оно всегда уже там на второй год, на третий год имеет царапанный покоцанный вид, но совершенно не новый, как вот кухню, если сравнивать деревянную или там ДСПшную, то здесь, на этом дереве вообще нету, при том, что лодке 20 лет, на ней нету вообще следов износа. Вот это круто. То есть, она, ее когда все в порядке и нигде ничего не навалено, она имеет такой очень достаточно новый вид. Я люблю дерево. За дерево лайк. Короче, а сейчас я хочу услышать мнение Ростика относительно лодки Амель. То есть, он уже ее тут раскопал всю с ног до головы. Ну, давай, дружи, расскажи мне, пожалуйста, что ты думаешь по поводу Амеля? Да, крутая технологичная лодка с очень большим количеством крутых и иногда странных решений. Ты тоже называешь странные решения? Ну, действительно, есть решения абсолютно странные. Может быть, они себя хорошо покажут на воде, но пока мы стоим на берегу, некоторые решения вызывают больше вопросов, чем одобрения. А есть решения, которые просто супер и которые сейчас уже понятно, что помогают проще управлять лодкой. А приведи примеры. Вот именно вот абсолютно гениального решения и абсолютно конченого. Ну, как минимум, абсолютно гениальное решение – это лук, который перемещает траулер грота и который находится непосредственно под спрейгудом, избавляя вообще от каких-либо манипуляций, которые нужно проводить на деке. Соответственно, мы находимся в защищенном пространстве при любых условиях и можем управлять гротом вообще, не приводя его, например, к перегидыванию или еще каким-то ситуациям. То есть мы всегда уверены в том, что ничего фатального в этом не произойдет, если мы поменяем галс или еще что-то, поворот. Оберштаг сделаем, например. А вот абсолютно, как ты выразился, странное решение. Ну, странное решение – это водоотвод очень странный. Ты имеешь в виду через билч? То есть сбрасывание воды из раковины на пол, грубо говоря, через трубку какую-то обрезанную. Ну, как минимум, это выглядит не очень хорошо. И потом все это в центральный билдж. Не знаю, насколько это удобно, центральный билдж. Но с точки зрения бесшумности, так как билдж находится в полностью закрытом пространстве, в звукоизолированном, то это хорошо. А насколько это удобно, если он сдох, как сейчас у нас, то непонятно. Потому что он сдох и вся лодка встала. То есть не вообще… Не заметил весь в говне. Я бы не заметил, да. И у тебя как бы приперло еще и в моторном отсеке, который сам по себе довольно загруженный. То есть там много различного рода оборудования и моторы, и бойлеры. И если это все еще уплывет в фекальных водах каких-то, то это не самое хорошее решение. Поэтому, ну, есть вещи, которые можно сейчас сказать, что хорошие. А есть вещи, которые нужно проверить на воде. Ну и очень странное решение. Мне совершенно непривычно, так как я на лодках в центральном кокетбитном особо и не ходил. Вот. Это то, что у нас хардтоп. Он не позволяет вообще никак встать. То есть, ну, я метр восемьдесят, и я не могу себе позволить встать под хардтопом. Я не помещаюсь. То есть мне всегда нужно стоять с выгнутой шеей. Сроссий, просто когда ты заходишь на лодку, ты должен поклониться. Да. Я должен жить раком под ним, и это не очень удобно. То есть мне придется всегда с согнутой шеей ходить. Зато если ты вылезешь в люк, ты будешь смотреть вперед, тебе будет удобно. А я смотрю вот ровно в перегородку. Это, кстати, совершенно крутая вещь. Сделайте так, как не есть. Но просто сделайте угол побольше, чтобы хотя бы вот с этой стороны, вот с этого места где-то примерно, я мог стоять в полный рост. Потому что человеку необходимо стоять по-человечею, а не особо. Да так лежи ровно. Поэтому круто, хардтоп круто, но постоянно присмыкаться. Также это касается и входов в волнер, каюту, которые там тоже нужно пролазить через маленькие арки. Должен, должен поклониться при входе. Да, но проблема в том, что владелец тоже должен поклоняться. Ну а что же делать-то? Амелю поклоняться. Поэтому может быть прикольно, может быть, наверное, в переходе с этим проблем нет, но жить в таких условиях не самое комфортное решение. Потому что всегда приходится немножечко наклоняться, немножечко манигрировать между... И биться головой. Да, и я могу сказать точно, придется притереться, буквально притереться с лодкой. Потому что в первое время встречаешь много различного рода выступающих частей, хоть они все и скругленные. Все говорят, что вот Амель сделал лодку, которая для ехтсменов, так как он ехтсмен, и он все углы скруглил, чтобы не травмироваться. Но об круглый угол бьешься коленом или еще чем-то, ровно так же, как и в острый, но только без каких-то рваных ран. Так же больно. Еще один вам пример не очень удачного расположения ручек. Вот, допустим, вот вы берете ручку, вот у вас там шкаф открыт, шкаф закрыт, вот вы его берете, вот закрываете и... Короче, понятно, да? То есть вы вот так вот берете за эту веревочку, вот так вот вытягиваете, вытягиваете и вот так вот на лутку ее мотаете. Внимание, ответ, зачем нужна была вот эта веревочка? Короче, вот эта веревочка, вот она. Вы, когда закрываете рундук, вы потом можете на кухне эту веревочку завязать, и рундук будет не открываться, не открываться. Ушелся. Но почему с кухней? Ну почему же? Противоугонка. Противоугонка. Очень много противоугонок. Дорогая лодка. Ну вот. Разделано. Более. Ушелся. Всем care. Ну чем научиться с бомбой. Противоугонка. Все готовы? Опереди. Противоугонка.